Оля, Коместас, если вы все помните, у нас тут такой был большой пень, он был большой, он был досюда такой высокий. Это бутылочное дерево, я определила это по красному цвету древесины, такому красноватому, и вот здесь вот шипы, вот эти вот шипы, как у бутылочного вот этого дерева. Это старое дерево, оно уже было спилено давно, и, видимо, как бы уже немножко прогнило, но так как тут мало дождей, оно в основном сохнет. И это хорошие сухие дрова, в общем, я мужа просила всем его спилить, но если мы его спилим, останется пень. И вот тут вот я в течение там нескольких месяцев потихоньку подходила к нему с топориком инструментами и разваливала. И вот уже что осталось, смотрите, уже осталось вот этот кусок шатается, на котором Паша сидит. Паша, вот покажи, как кусок шатается, вот как зуб расшатанный, да. Вот тут вот уже я все расколотила, и я думаю, что вот сейчас еще муж подойдет, все-таки, если я тебе его помогу убрать. И мы, наконец-то, избавимся от этого пня на участке и получим немножко хороших сухих дров. Кстати, горит он так достаточно хорошо, сухой и долго, потому что из твердых пород дерева. Вот такая вот у нас история. Вот, маленькие истории каждый день. Продолжение следует... Продолжение следует...